это до лады мы это новый выпуск но перед этим хочу сказать иду сейчас по арбату короче до очках и ко мне пацан сзади подвигает кристалит давай он о бля извини перед перепутал это вы как бы смотрю на себя с и как бы вспоминаю образ одиля и думал где же ты проебался так конкретно но не суть у нас или на обзорчике продукт от компании чебака что-то новое интересное что поменяли что-то нет короче щади у нас будет день чабака в мамуне арбат и посмотрим что это продукт и чё на себя стоит скажу сразу чабака мне не нравится вот мне вот чай этот не нравится есть на это причины и я вам сейчас о них расскажу короче у меня есть вот такой вот пакет чабаки давайте смотреть что там есть у нас все пачки закрыты я еще ничего не курил опа пампинг пай ромовая леди маф мафина моя клубничная мохито так отделим отделим бельгийский сидр кактусовый микс бисквитные личи молочный улун отдельно положим чайный ред смородину сюда положим японская и а китайская дыня странно а все понял это у нас фьюжен а это чабак просто сложно и белое яблоко так вот такие вот у нас вкус есть по чабаке скажу сразу почему мне не нравится во первых а мне нравится чайный лист это какая-то наёбка то есть я привык вирджинии к перли там другим табакам да но к чаю нет что что чабака что пьюру а что еще какая-то такая популярная отдали мне просто в упор как бы не очень сильно закатывать да есть прикольные вещи но вот мне закатывают что хочу сказать по чабаку я курил его у меня даже был обзор это очень дымно а это в какой-то степени вкусно но недолго то есть ты куришь куришь и так чапах тебе и все да а угли у нас уже на подходе и вот такая вот глубокая раковина еще собственно мы будем потихонечку все эти вкусы отдельно прокуривать и составлять свое мнение по данному продукту такие вот новые обзорчики вот такой вот новый формат ребят да короче это это короче мне чабак не нравится а вот эту нравится и он даже работал с чабакой и как бы вся хуйня короче ну тут объективно не получится а тыквенный пирог у нас пойдет первый что ты про него скажешь я его лично не курил и я не знаю все пряный сладкий ага все ну давай закрываешь короче разговорим нам а кладби как раз я помыл очистки красиво Ну вот, я сейчас убил. Ты так ебать долго чашку забиваешь, прям аккуратно, чтобы чебака лицом в грязь не упал. Да, старался. Угли у нас Kyok Turbo. Давай бросай резиночку, одевай. И будем, собственно, пробовать. Это у нас тыквенный пирог. Тыквенный пирог. У кого же я еще тыквенный пирог пробовал, кроме Танжа? У кого-то, короче, еще пробовал тыквенный пирог, не помню ни у кого. А, у Спектрума, нет. О, нет, нет. Короче, у кого-то пробовал. Ладно, сейчас посмотрим, что это выйдет, прогреем всю эту шляпу. Погнали, сегодня у нас день чобак. Маму не нарбать. Короче, мы с Эдом сидим, курим тыквенный пирог. Это линейка Medium. Я прям чувствую, как меня просто давит по горлу. Но это не крепко. Это просто давит по горлу. Ну, и что касается вкуса тыквенного пирога, окей, охуенно получилось. Прям реально тыквенный пирог, интересно, дымно. Но Эд тащится, ему по кайфу. Немного сушит. То ли это вкус, потому что еще не понятно, мы курим только первый как бы. То ли что. Но вот реально прям сушит. Дай-ка я иди. Да, меня жестко сушит. Прям конкретно. Но вкус есть. Не спорю. Долго ли он продержится, непонятно. Но я чувствую, когда курю, я чувствую пустоту. То есть как? Я затянулся и выдохнул. И вот во мне ничего не остается. Наверное, это и есть суть этих табачевой чайных смесей, да? Искусственным. Можно назвать это искусственным. Я чувствую эту нотку листа. И она прям мочой дает. Ча, Андрюха! Иди сюда, быстро, 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 быстро. Бегом, бегом. Прожуй, прожуй. Хорошо, не торопись. Зубиков убери везде, давай. Прямо в первое впечатление. Вот делай третяги и потом скажи что-то. Чувствуешь крепость, а яркость вкуса. Про дымной смысла нет говорить. Мы его, как бы, ну, там, мало угодно. Нормально там, короче, просто, но не дымно получилось. Ну, что у нас по вкусу? А, что ты чувствуешь? Не гадай, просто, ну... Ну, крепость где-то на пятерку. При входе очень даже неплохо ощущается. Достаточно приятный аромат, но нету чувства накуренности какого-то, действительно, и... Такое небольшое чувство, как будто тебя наёбают. Чуть-чуть вот прям вот, ну, создается, как безалкогольное пиво, наверное. Ты пьёшь вначале вот, думаешь, блядь, классик, вообще классно. А потом проходит, когда ты вот уже пол-литра выпил, и ты такой думаешь, и чё? А это что такое? И всё, и, типа, это пивас, это моча, блядь. В принципе, неплохо, только я не пойму, что это. Но... чего-то не хватает. Если я тебе скажу, что это клюквенный пирог, ты поверишь? Нет. А если тыквенный пирог скажу? Ну, не ярко выражено. Не ярко выражено? Очень ярко. Пирог чувствуется, тыквы вот особо не чувствую. Хотя тыквы сама по себе вкус очень странный имеет, поэтому... Эду нравится, он кайфует. Но я тоже сказал, что меня как будто вот наёбывают, вот наебаловая где-то промелькивают. Мы с тобой любим табак, мы с тобой любим что-то покрепче такого, да? На любителя, короче, я не скажу, что это очень хуёво, но... Да, но он в плане... Сугубо личное. Давай, как тебе вкус? Нет. Давай, блядь. Как тебе вкус? Прикольно. Ну, можно было лучше, конечно, сделать. Как-то вы плохо постарались, ребята. Да не мы, блядь. А кто забил? Это жизнь такая. Ладно, идём, сейчас новый вкус у нас. Чай какой-нибудь достану. Мы его покурим в следующий пакет. А, блядь. Кручу, верчу, наебать хочу. Красная смородина! Я знаю, что это за вкус, и это вроде топ. А может и нет. Сейчас вам попросим нашего Эда забить нам красную смородину. Нет, я ошибся. Красная смородина, что-то не очень впечатляюще пахнет. Ну ладно, сейчас Эд забьёт. Давай. А, так. Это у нас красная смородина, а Эд, давай, взрывай. Давай, давай, у нас Маклаут потёк. Чабака потекла. Чифирнём, братан, чифирнём. Ой, я так и назову выпуск. Чифирнём или нас где-то наёбывают. А? А? Вхуёво, да? Чё, как смородина. Тебе она не нравится, если, да, ты говорил? Мне лично же нравится, да. Заебал, давай быстрее. Это тоже ведь медиум, да? Да, вроде, да всё медиум. Да, медиум, да. Но курица помягче, намного мягче. Я не знаю почему. Ну это, наверное, сказать из-за ароматики текинового пирога. Возможно, да. Сладкий, с ноткой кислинкой прям, отдалённо кислинкой. Прям кисло-кисло? Нет, прям отдалённо кислинкой чувствуется. Она не считается, блядь. Вот красная вишня, блядь, рачеви, и вот это кисло, блядь. Ну это поприятнее в миллион раз, я тебе скажу так. И это мне нравится больше, чем текиновый пирог. По крайней мере, она не сушит. Блядь, под Титаника нахуй. Не, это классный вкус на самом деле. Пахло ужасно. Да, подай туда. Понюхай. И покурите сюда. Не понятно. Пахло вообще не понятно. А курица прикольно. Давай быстро также третяги и своё мнение о вкусе красной смородины. Топ-честное, блядь, как читаешь. Это хоть по-другому тебе не получится, только честно. Я с вами не чувствую вкусу красной смородины, но... Он достаточно приятный, но всё равно какой-то есть оттенок не красной смородины и совсем не коротковый. Оттенок чая во всех вкусах есть в ряда монотонный вкус чая какого-то. Не, курица хорошо. Всё отлично. Мне тоже понравилась красная смородина. Эд, засовывай руку в пакет и забирай любой вкусный алкаш. Что у нас? Бельгийский сидор. О, бельгийский сидор. Следующий вкус у нас будет бельгийский сидор. Так, это у нас бельгийский сидор. А что такое бельгийский сидор? Это мне вопрос? Да. Пробовал я его три раза. Так, а что у нас же есть импортная алкашка? Ни хрена себе. Это я про тебя. Бля. Что такое бельгийский сидор? Бля, я видел новый термин, знаешь, это алкоголички, которые только по элиточке. Элитная алкашка. Короче, пока у нас там греется бельгийский сидор, мы тут решили сделать так. Мы отобрали какой-то топовый топ из всех вкусов, да, которые остались. и о которой мы не хотим курить. И мы не хотим курить кактусовый микс, но хотя бы давайте понюхаем мы его, что ли. просто понюхаем. Так. Сейчас я на дорогу его здесь. Понюхаем. Не, мне не нравится. Пустой такой вкус. Возможно, курицу он пиздата, но кактусы я не очень люблю. И страубери мохито, в принципе, и клубничный. Мохито должен быть мохито не клубничный, не хуэтичный, никакой, да? Бля, еблан, тут же есть над рыбой, да? А, это очень мятная. Я прям чувствую, знаешь, мят вот, искусственную такое. Да. Короче, и сделаем, наверное, еще так. Эд говорит, что молочный улун, молочный улун, это топ, мы знаем, да? Китайская дыня, он говорит, тоже прям суперская дыня. Ромовая баба, ромовая леди, элитная алкашка. Говорит, тоже крутой. Уайтейпл. Он говорит, ты же крутой? Да, да, да. Крутой. Поверим, что еду на слово, если что, просто приходите в Омунию и бейте, ебало еду, если она сказал, что это неправда, как бы и наебал вас. И личи бисквит. Это, как я понял, кондитерка. Ну, в принципе, знаешь, у Чабаки кондитерка очень пиздата получается. Я это скажу, знаешь, по какому вкусу? По... Булучих с корицейцами. Да, булочки с корицей. У меня целое ведро булочки с корицей. Стоит еще с летнего Джон Коляна Феста. И вот я, нет-нет, так ее подкуриваю, либо добавляю в миксы. Да, прикольно. Уф. Да. Поэтому, скорее всего, мы это дальше прокуривать не будем. Мы сейчас покурим последний вкус. Это яблочный сидор. И, наверное, я выскажу уже полноценно свою точку зрения по тем вкусам, которые я курил. Именно что касается характеристики табака. Вкусы могут быть прикольные, но курить это может быть говно. Как бы так, да? Поэтому мы сейчас все заебался упаковывать, блядь. Чабак. Пронекландируем. Чабак. Точка. Ру. Чабака. Нижний прочерк. Офишл. Поэтому вот так вот. Сейчас все. Покурим. У нас как раз греется яблочный сидор. И на этом, думаю, закончим. Хе-хе-хе-хе. Ну, ладно, короче. Подъехали мы к финальному вкусу. Это бельгийский сидор. А мне до сих пор непонятно, почему это бельгийский. Потому что бельгийский я еще не пил. Значит, есть стремление попробовать именно бельгийский сидор. Мягкий такой нежный вкус. Дает немного сидорам, но бельгий не отдает. Разве что воняет на ее. Тяжеловат вкус. Только что сказал, что свежий. Тяжеловат. Тяжеловат. И очень химозный на самом деле вкус. Чё это? Ты курил бельгийский сидор? Нет. Сейчас нет. В салоне курил. Ну, на. давая третяги мнения, посмотрю, что скажешь. Мне лично, ну, 50 на 50 он мне нравится, как бы, вкус, но как он курица не очень нравится, потому что подсушивает хорошо. И химка чувствуется прям. И то, что сушит, тоже согласится. Да. А алкогольную тематику вообще не чувствую? Да и не игру, просто нет, прям такой бельгийский дар. Да, подержи. Это неудобно. Не, мне понравилось. Мне понравилось. Знаешь, чем отдает? Шампанский от Берна. Это до сих пор красный не нравится? Не, мы уже бельгийский сидр. Ну, я хотела просто попробовать. Ну, вон, пачки же останутся все здесь, попробуешь. Короче, ладно, давайте, подводите только по Чабаку. В принципе, продукт интересный, он в свое время взорвал рынок, особенно после выставки питерской, Хука Клаб Шоу позапрошлый. Там у меня был такой прикольный стенд, молочный лун, они разливали там чаек бесплатно. Мне это очень понравилось, потому что я там чай выпил нормально. Там мне продукт понравился тем, что он необычный, и такого я еще не курил. А на Джон Калянофесте я уже его покурил, зная, что это продукт. Мне не очень закатило, и на это мое мнение об этом продукте сложилось так мягко негативно, я бы сказал. Как бы есть и есть, но я бы его лично сильно так часто не курил бы. В домашних условиях, возможно, кому-то зайдет, кому-то нет. Я бы лично его дома бы не курил, потому что я не очень люблю вот эту всю чайную тематику, особенно когда это на чаю, а не на каком-то хорошем, смачном табачном листе. Мне не хватает в этом табака никотина, именно не жидкого какого-то искусственного добавленного никотина, а именно органического, который остается в самом листе. Мне не нравится, что здесь все равно преобладает над любым вкусом чайный вкус, именно вкус сырья. Мне нравится, что у некоторых вкусов оно прям конкретно это дополняет, но у некоторых оно прям крайне лишнее, здесь ничего не сделаешь. Мне нравится вкус молочного улуна, он реально улуновый, хотя я в принципе не пью китайские чаи, особенно зеленый, и потому что мне становится от них хуёво. В миксах с другими табаками, возможно, будет круто, даже я уверен, и все время мы попробуем это потестировать, но это уже не на камеру. Так, что это, что не хочешь сказать? Да, скажу. Молодцы, ребята, вы единственные, которые на рынке делают без табачной смеси. Неправду, неправду, чувак, пюр. Дали. Дали, да, окей. Но мне все-таки больше нравится чабак. Угу. Вот. Все, что я буду с вами. Все, понял. Жаростойки еще. Жаростойки, да. По вкусу я бы не сказал, потому что он прям долго-долго держится. Дым остается, в принципе, на протяжении всего курения. Но это связано, наверное, с самой пропиткой, но именно как ароматика, она все-таки дает слабину, и, как я и говорил, начинает уже идти именно чайный лист, то есть сырье. Прогревается быстро, это хорошо. Я думаю, на этом все. Это, да, дым, это обзор Клены, обзор табака Чабака. Подписывайтесь и пишите свои отзывы. Нравится ли вам такой формат, когда здесь присутствует не только мое мнение, но и мнение каких-то людей, которые на данный момент меня могут окружать. Поэтому всем пока. До свидания. Андрюха, 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 твое мнение быстро от Чабака, в общем. Не обо вкусе. Ну, дай попробовать. Не, прикольно, интересно, если что не накуривает, но этот Чистоган мы пробуем, потому что я думаю, есть вкусы, которые действительно классные, можно миксовать, и будет накуривать, и будет приятный, будет чайная тематика. Поэтому есть место быть точно. Все, пока.